Чем запомнится год уходящий в истории города, рассказывали на пресс-конференции глава мэрии Александр Кузьмичев и градоначальник Вячеслав Сверчков. Повысился средний уровень заработной платы, в том числе работников детских дошкольных учреждений. Средняя зарплата по городу составляет чуть больше 23 тысяч рублей. Сократилась безработица. Стартовый бюджет следующего года составит 5 миллиардов 424 миллиона рублей. Бюджет у нас программный, 15 программ, которые принимались. Основная, конечно, это программа по развитию образования города Иваново, которая включает более 3 миллиардов рублей. Здесь целый ряд мероприятий. Здесь и средства на содержание учреждений дошкольного образования, и школ, учреждения дополнительного образования. Из положительных итогов также масштабное строительство детских садов. В этом году появилось 720 дополнительных мест дошкольного учреждения. Очередь заметно сократилась. После реконструкции открыт 70-й детский сад «Чудо-малыш». Построен садик в микрорайоне Московский, открылись дополнительные группы. Александр Кузьмичев считает уходящий год удачным и в подтверждении приводит экономические показатели. Нам удалось привлечь по предварительным оценкам в экономику города более 10 миллиардов 700 миллионов рублей инвестиций. И, кстати, по темпам роста, по итогам за 9 месяцев мы занимаем второе место по Центральному федеральному округу. Это 146% по сравнению с прошлым годом по как раз увеличению объема инвестиций в наш город. Инвестиции в город – одно из болезненных мест для населения. В этом году особенно актуальной стала тема точечных застроек. Жители пикетировали и выступали против действий инвесторов на землях, выкупленных у муниципалитета. Одну скандальную стройку все же удалось предотвратить. Участок перед домом номер 20 по улице Громобоя жители отстояли. Найдем инвесторы, благоустроим эту территорию, сделаем действительно, может быть, ну или само управление благоустройством, сделаем зону отдыха и жители, я думаю, это устроит вариант. Но на будущее, конечно, я, конечно, об этом и говорил, и говорю, что если сегодня есть какие-то территории, обращайтесь, будем рассматривать. Но строить все равно надо. Впредь в мэрии и Думе обещали относиться к вопросам застройки более тщательно и разрабатывать ряд необходимых нормативных документов, чтобы претензий у жильцов больше не возникало. Изменения в законодательстве, надеются ньюсмейкеры, появятся и в нормах об общедомовых приборах учета. Действенные меры по понуждению собственников к установке счетчиков должны быть найдены. Проверки на квартирных домах будут продолжены. Это я могу вам точно гарантировать совместно с Федеральной миграционной службой, совместно с нашими полицейскими подразделениями на выявление незаконно проживающих граждан, на выявление фактов срыва пломб с приборов учета. Как вы знаете, у нас сейчас новые технологии появились, антимагнитные пломбы. И это, в общем-то, будем работой заниматься в течение всего года. Сады будут строиться, зарплаты расти, проезд в троллейбусах не подорожает, обещали Сверчков и Кузьмичев. Будущее они смотрят с оптимизмом. А прогнозы и перспективы на будущий год отметили ньюсмейкеры тема для отдельной пресс-конференции.